Зачастую в школьный период халатность родителей и нерегулярный присмотр за детьми приводит к несчастным случаям на проезжей части. Дорога в школу и думой может отстоять жизни детей, если не соблюдать правила дорожного движения. С начала текущего года в нашем регионе произошло 23 ДТП, в которых двое детей погибли и 21 ребенок получил травмы. Сегодня инспекторы по делам несовершеннолетних городского отдела полиции номер 4 посетили среднюю школу номер 55 в рамках акции «Внимание, дети». Во многом таком положении дел обусловлено тем, что школьники зачастую остаются без должного присмотра взрослых. В выходные и праздничные дни во время каникул дети проводят много времени на улице, нелетко играют в вреди дорог, выбегают на проезжую часть и, к сожалению, становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Во всех ДТП с участниками детей и пешеходов виновата в первую очередь, конечно же, мы взрослые, родители, учителя, которые не выучили с ребенком правила безопасного поведения на дороге, не отработали с ним на практике маршрут движения до учебного заведения, а также правила перехода проезжей и посадки в общественный транспорт. Чтобы ребенок был в безопасности, родителям, всем взрослым необходимо знать самим и регулярно напоминать своим же детям основы правил дорожного движения. С января по август месяц в этом году было проведено 20 подобных профилактических мероприятий, которые напоминают школьникам и их родителям о соблюдении мер безопасности на дороге. Акция «Внимание, дети!» продлится до 9 сентября. Ежедневно инспекторы ювенальной полиции будут посещать разные школы. Наряду с этим 1 сентября до 1 декабря текущего года сотрудники полиции проводят ОПМ-участок. В ходе ОПМ-участковыми инспекторами полиции будет осуществляться подквартирный подворный обход административных участков, проверка по месту жительства лиц, состоящих на учетах ОВД, соблюдение владельцев гражданского оружия, условия их хранения, выявление сдаваемых в аренду квартир, проверка подвалов, чердаков и рынков лиц, состоящих на учетах ОВД, а также иностранных граждан. Тамири Шумабаева, Асан Ирбулатов, программа «Факт». Продолжение следует...